Антолио Шифони В 1860 году в Турине представляет свою первую картину. В 1865 в Милане он показывает небольшой жанровый холост. После того, как он переехал в Рим, он сосредоточился на темах Древней Греции и Рима, назвал свою работу археологической живописью, писал античные бани, сады, ну и так далее. Он провел несколько месяцев среди молчаливых руин Помпеи, где представлял себе девушек в причудливых занятиях, чувственных Матрон в садах или на подушках в аристократической и таинственной обстановке. Выставляет свои картины в Риме, Монако, Филадельфии, Вене, в салонах Парижа и в Королевской академии в Лондоне. Картины завоевывают медали в Вене и Филадельфии. Работы нашли покровительцы королевской семьи. Он был посвящен в рыцаре в орден короны Италии. Его большой холст Виктория Эммануэль II в Капитолии был заказан художнику-перфектом королевского дома. Работы Анатолио Шифони были выставлены на аукционах. Продавались по цене от 2569 долларов до 20 тысяч долларов. Ну вот, приняло все, что мне удалось найти у Анатолио Шифони, итальянский художник, который писал в основном жанровые картины. Пока-пока, до свидания, смотрим, работаем.